Всем привет! В очередной раз выдвинулись мы в область на рыбалку. Рыбачить будем где-то около двух дней. Сегодня пятница. В воскресенье где-то в обед. Собираемся ехать домой. Ну вот уже практически подъезжаем к месту нашего отдыха. Такой вот друзья у нас сибирский настоящий бор сосновый. Здесь вот должны быть белые грибы. Ну вот друзья приехали мы вот в такое место отдыхать. Называется это Завьялова. Вот за моей спиной обское водохранилище. Тут будем пытаться ловить судачков. А вот передо мной сосновый бор. Здесь будем пробовать собирать грибы. Вот пока не дошли до нас вон те тучки. Делаем себе вот такую вот кухоньку из обычных тентов. Ну столбики тут уже стояли. Вот что-то такое. Здесь будем готовить, кушать и пить пиво. Лопатка барашки. Сейчас будем готовить плов. Ну а пока он будет готовиться, сразу же приготовили по-быстрому. Вот такой вот шулемчик. Так что все идет по плану. Пока не стемнело. Пойду прогуляюсь в лес. Посмотрим может быть грибочки есть. Тарифан там и плов готовит. Я уже там шулем приготовил. Так что заняться нечем. Пошел прогуляться. Вон друзья озеро. Завтра с утра сюда пойду рыбачить. Попробую половить карасиков. Раньше в том году здесь их было много. Небольшие, но золотистые и очень вкусные, сладенькие. Вот и попались первые грибочки. Это сыроежки. Такие я сегодня брать не буду. Попробуем поискать белые грибы. Ну или там что-нибудь типа маслят. Ну в общем что попадется кроме сыроежек. Смотрите какая красота. Вот такое вот лесное озеро. Здесь ловится золотой карась и вьем. Накрапывает мелкий дождик. Грибы так и не попадаются нормальные. Пойду в сторону нашего лагеря. С грибами раз сегодня непруха. Попробуем порыбачить. Вот друзья. Взял роколовочку. Пока не стемнело. Сейчас ее поставлю где-то на пол часика. Попробую поймать живца. На него буду рыбачить на том овском море, которое я вам показывал. Может быть судачок попадется ночью. Посмотрим. Водичка во. Ну а пока я ходил ставил роколовочку. Тут уже вовсю идет процесс приготовления ловчика. Смотрите какая красота. И так друзья. С кулинарными делами маленько разобрались. Пора и порыбачить. Вот замесил немного прикормочки. Как всегда она у меня самодельная. Тут бисквитное печенье. Геркулес. Панировочные сухари. Ну и так еще кое-какие добавки. Пока у меня стоит роколовочка. Там ловит живцов. Попробую сейчас порыбачить на кукурузу. Добавкой к ней будет на крючок опарыш. Вот, друзья, такой бутербродик. В прошлые годы на такой вот бутерброд очень отлично клевал ясень. Ловись рыбка. Большая. Маленькая. Прошло где-то минут сорок, как я поставил роколовку. Иду ее снимать, пока не стемнело. Сейчас гляну, что там поймалось или не поймалось. Ох, водичка, кайф. Вон, друзья, видите, плещутся мальки. Вполне хватит на целую рыбалку. Все, друзья, топают до нашего места стоянки. Будем надеяться, может, судачок попадется ночью. Сейчас с Настей перезабросим. Посажу на все крючки тех живцов, которых наловил. А наловил я их немало. Сейчас покажу. Вот, смотрите, сколько. Лишних надо будет отпускать, чтобы не подохли. Вот, друзья, не засняли. Короче, первый судачок за все не поймался на живца. Именно на тех, которых я поймал. Вот такой вот пловчик получился. Конечно, уже стемнело. Сейчас мы его тачканем с удовольствием. Все, приступаем к ужину. Первый день пролетел незаметно. Итак, друзья, время 6 утра. Потопал я, короче, от нашего обского водохранилища на озеро. Попробую половить карасиков. Ну, тут они, конечно, мелкие. Так, чисто развлекуха. Все, друзья, с Настей забросил. Ждем первую поклевку. Время где-то пол седьмого утра. Удочку забросил. Мелочь уже начала потихоньку теребонькать крючок. Вот такие незначительные поклевочки. База, база, я озеро, прием. Слушаю. Нам дрова-то нужны? Для костра, да? Понял. Тут я маленько нашел, принесу, если что. Хорошо. Все, конец связи. Поклевочки также идут слабенькие. Ну, пока что там мелочевка одна попадается. Если не сошел. Друзья, что-то клюнуло. Но сошло. Ну, е-мое. Поклевка такая хорошая была. Вот, друзья, смотрите. Первый раз вот такого карача. Прям серьезного. Ну, вот в этой луже мы поймали. Вернее, не я поймал, а мой друг поймал. Золотой. Золотой, да. Самый настоящий. Вводится почему-то только именно на поплавочную удочку. Червяка. Да, да. И где-то глубина сантиметров 30-40 от верха. То есть не на дно. А донка стоит, молчит. Вот, друзья, смотрите. Еще один такой же крупный карась попался. Уже смотрите, какая красота получается. Друзья, я готова ушиться. И под домашний самоогончик это все так шикарно выглядит. Ну вот, друзья, и наступил третий день нашего отдыха в этом красивом месте. Сейчас попьем чайку. И чтоб не попасть в пробки, потихоньку будем уже собираться домой. Вот и все. Выдвинулись мы в сторону дома. Шикарно отдохнули. Порыбачили. Грибов жалко не пособирали. Нету грибов одни сырые ешки только. Ну ничего, потом еще приедем, может белые пойдут. В следующей серии, думаю, будет намного интереснее. Потому что мы сюда поедем, когда пойдут белые грибы. Так что, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok